Здравствуйте, дорогие телезрители! Уже заканчивается сентябрь. Многие овощи и фрукты давно созрели и собраны садоводами. Я уверена, что с наступлением холодов вы будете чаще собираться дома, принимать гостей и делиться тем, что собрали на своих участках. И каждому хочется, чтобы на его столе все было не только вкусно и полезно, но и красиво. Поэтому сегодня я хочу рассказать об одном виде искусств, которое наверняка вам захочется познать поближе. Вы сможете не только удивлять своим праздничным столом, но и каждый день радовать близких приятными вкусными мелочами. И тема нашей передачи – карвинг. А теперь давайте узнаем подробнее, что же это такое. Карвинг – это с английского переводится как резьба. Резьба может быть любая, либо по дереву, по стеклу, также в парикмахерском искусстве, но каждый имеет свое обозначение. Мы коснемся слова карвинг в кулинарии, то есть резьба по овощам и фруктам. Карвинг произошел очень давно в странах Востока. Дело в том, что он послужил оформлением скудного стола у тайского населения. Карвинг широко вошел сейчас и в России. То есть он часто стал использоваться в кафе, в ресторанах. То есть это является визитной карточкой каких-то заведений. И можно также очень широко использовать в домашних условиях. То есть будет красивее и интереснее смотреться блюдо, когда оно оформлено различными продуктами и, соответственно, украшает стол. Модно становится европейская подача блюд, но все-таки не забываются те моменты из карвинга, которыми можно как раз-таки показать красоту и изобилие, и всевозможную фантазию поваров, которые можно изобразить все это во фруктах и из фруктов и овощей. Вообще в карвинге есть три школы. Китайская, тайская и японская. То есть каждый, конечно же, характеризуется своей резьбой. И они изображают кто-то цветы, кто-то животных и так далее. То есть, соответственно, почерк и характеристика каждой резьбы соответствует. Но вообще, кто профессионально занимается этим, то, конечно, приобретать надо необходимые ножи. В дальнейшем мы с вами рассмотрим все эти ножи. А для обычного, как говорится, потребителя и вообще человека, даже в домашних условиях можно воспользоваться обычным, острым, самое главное, ножом. Технику безопасности вообще надо соблюдать везде и во всем, да. Поэтому при работе с ножом это обязательное условие, как бы. Вот. Надо всегда нож держать от себя и, ну, соответственно, не держаться за лезвие и быть аккуратным и внимательным. У каждого есть свое стремление. Если поставить цель и научиться, то можно, конечно же, за кратчайший срок. И есть элементы, которые можно выполнить с первого раза. Но есть, конечно, более сложные, которые требуют усидчивости, время. Ну и, естественно, человек погружается в это искусство, да, и не замечает времени. И, соответственно, если у него присутствует фантазия, то это уже, как говорится, творческая работа, и она может длиться несколько часов. Прежде чем переходить к практике, нужно своими глазами увидеть, как это делается. Ольга показала нам мастер-класс для новичков, и я уверена, что у многих из вас это получится почти сразу. К тому же, все выполнялось обычными кухонными ножами, которые есть дома у всех. Главное, чтобы они были хорошо заточены. И напоминаю главное, помните о технике безопасности. В домашних условиях можно использовать любые продукты, которые находятся в холодильнике. Главное, если мы берем помидоры, то, соответственно, чтобы они были плотные и мелкопористая серединка. Что мы делаем? Самый красивый вариант вырезания розы это вот таким вот способом. Мы срезаем макушку и по спирали, чтобы у нас было одинаковое расстояние по всей длине. Мы срезаем и толщина, чтобы была одинаковая. После того, как мы срезали вот такую вот ленточку, мы берем с другого конца и сворачиваем все по спирали. После этого кладем на подложку и у нас получается натуральная роза. Такие розочки можно использовать для оформления ассорти мясного, рыбного и, естественно, чередуя с зеленью, обязательно должен быть контраст. Толщина примерно 0,1-0,2, но так, чтобы не совсем тоненько получилось, но и не толстое, иначе оно у нас не свернется. Мы нарезаем тонкими пластинками поперек, не вдоль, а поперек. И получается у нас второй вариант изготовления розы. Опять же говорю, чтобы нож был у нас очень острый, что мы делаем потом? У нас получились такие пластинки. Мы их сдвигаем, сдвигаем и сворачиваем вот с этой стороны, не с этой, а вот с этой стороны по спирали. И получается у нас второй вариант розы. Мы используем морковь крупную, но не длинную и не худую, то есть толстоватенькую. Потом плотный помидор, огурцы коротенькие и такие достаточно плотные. Лук можем использовать либо белый, либо фиолетовый. Апельсин обычный, яблоки, перец и все, что есть в холодильнике. Обязательно должен быть контраст в оформлении тарелок. Поэтому для того, чтобы нам как-то выделить, да, и соответственно цветы у нас без листьев не бывает, мы рассмотрим вариант оформления. Это называется лапка. Мы берем вот эту утолщенную часть и начинаем нарезать тоненько, не до конца. После этого срезаем и раздвигаем. И у нас получается уже композиция. Можно еще такие же лапки сделать из половинки огурца. То есть мы отрезаем, разрезаем пополам и точно так же продолжаем нарезать не до конца. Не до конца. И точно так же мы прижимаем. И у нас получаются вот такие вот лапки. Еще один из вариантов карвинга из огурца у нас заготовочку делаем, такой колокольчик. Как он делается? Вырезается вот такая заготовочка. И потом под таким же углом мы срезаем слой огурца. И получается у нас вот такой колокольчик. Мы нарезаем и начинаем сворачивать каждый лепесток. Вот в такой последовательности. Шпажки мы не взяли. И получается, да, друг на друга накладывается. Можно либо у нас шпажечками все это сколоть. Еще секунду. Потоньше нарезать. Тоже такой же диаметр? Да, да. Точно такой же. Получается как вот из этой. Только немножко мы по лепесточку соединяем. И шпажкой мы соединяем. Также очень распространенный цветок из овощей можно вырезать вот таким способом. Возьмем лук и начинаем вырезать в глубину, чуть дальше середины. Ножом вот таким способом зигзаг. То же самое можно выполнять на киви, яблоке, арбуз можно также порезать, дыню. То есть любой продукт, даже можно огурец использовать для овощного ассорти, для оформления. Разъединяем. Прорезаем до конца. И у нас разъединяется. То есть что мы делаем потом? Вот эту часть мы можем разъединить. Но лучше всего это делать в воде. Поэтому мы окунаем и вот эти вот лепесточки разъединяем. И тогда они легко у нас отслаиваются. И сюда что-нибудь положить контрастного цвета. Можно сюда насыпать что-нибудь. Зеленый горошек, кукурузу, если это большое. А можно сложить все, немножко сдвигая лепесточки. Мы лепестки сдвигаем. И складываем. И вот у нас получается вот такая вот лилия. Даже вот если мы возьмем один цветок, добавим сюда зелени. То есть это уже может быть композиция для оформления селедки под шубой. Один из элементов тоже простой нарезки овощей мы можем выполнить из моркови. Для этого нам понадобится морковь, желательно крупного диаметра. Можно использовать редьку, или свеклу даже. И вырезаем. Главное, чтобы было здесь закругленное. Поэтому если у нас вдруг не ровно, то мы выполняем вот такое вот закругление в виде цилиндра. Лезвием ножа делаем неглубокую бороздку по всей длине. Затем поперек. Потом мы отрезаем толщиной где-то 0,5 сантиметра равномерно по всей длине. Вот у нас получилась такая заготовочка. А теперь каждую вот эту бороздку мы выделяем. Вот получилась вот такая вот. Теперь закругляем, чтобы было естественно похоже на цветок. После этого, вот у нас получился вот такой вот цветочек, мы вырезаем серединку. Да, закругляем. Или любую контрастную, другую. И кладем, накалываем шпажкой. У нас получается вот такой цветочек. Поэтому все, что реально выполнить в домашних условиях, мы вам показываем. Делаем такую закругленную заготовочку. И потом острым ножом делим на лепестки. То есть вот этой части мы делим на лепесточки. И получается, что они у нас выделяются. После этого мы между лепестками делаем то же самое. То есть такие же надрезы полукруглые. И еще можно, вот когда делают букеты, можно заглазировать. То есть продается специальное типа желе. Вот. Оно растапливается на водяной бане. И затем вот каждый цветочек окунается просто. И оно как бы глазируется. И тоже так же не заветривается и дольше хранится. Здесь мы используем еще просто для оформления гидрогель. Вот. Мы подкрашиваем в разные цвета. Или они уже продаются разноцветные. Замачиваются в воде. Замачиваются в воде. И они набухают. То есть получается из маленьких крупинок появляются вот такие вот шарики. Они могут быть еще больше. Вот. И затем мы используем для композиции. Для какой-нибудь. Но это когда у нас выставки различные. То есть это просто на выставку. Не для оформления каких-либо блюд. Мы вставляем. И у нас еще один цветок появляется. Чтобы спрятать вот эту вот палочку, если мы используем в композиции, можно одеть лук зеленый. И у нас будет как зеленый стебелек. Цветы, животные, птицы, люди, дома и многое-многое другое. Все это может быть выполнено из овощей, фруктов и ягод. Упорство, терпение и желание ваши главные помощники. Не пожалейте на это времени и смотрите наш следующий сюжет. Из обычного перца мы выбираем форму более вытянутую и ровненькую. То есть, например, вот как это. И делаем лепестки. То есть, начинаем с нижней части. Полукруглые лепестки насквозь. После этого мы отделяем. И у нас получается вот такой цветок. То есть, у нас уже собирается букет. Это мы берем апельсин. Подрезаем, опять же, на дольки. Только кожуру. И потом каждую детальку, каждую долечку мы отсоединяем. Но не до конца. Вот мы так вот отсоединяем каждую долечку, именно шкурку. Вот, со всех сторон. Потом мы берем и делаем надрез на шкурке в виде треугольника. И ее вот таким вариантом. И так же на каждой долечке. После того, как мы вырезали на каждой дольке вот такой вот треугольничек, мы просто берем и загибаем. И у нас получается вот такой апельсинчик. Ну, конечно же, мы это все вот красиво зачищаем. И подсыпем сюда. И тут как раз гидрогель. И получится у нас вот такая вот композиция. А сейчас мы будем вырезать из яблока лебедя. Как это делается? Мы берем достаточно крупное яблоко любого цвета. И оставляя, ну, примерно толщиной палец, да, серединочку вот эту вот, с двух сторон мы делаем надрезы. То есть с одного яблока... Сейчас, давайте я перейду, потому что они... Давайте. А с одного яблока? С одного яблока получается два лебедя. Поэтому что мы делаем? Отрезаем с одной стороны половиночку. Половиночку. И отступаем где-то сантиметр. Это нам тоже пригодится. Получаются две половинки. Что мы делаем потом? Мы, опять же, на середине, где-то примерно с пальчиком толщиной, сантиметр, мы делаем надрез, но не до конца. Не до конца. После этого сбоку выделяем, нам надо полностью отрезать вот эту вот дольку. Потом вот эту дольку точно так же выделяем еще одну дольку. Аккуратно, чтобы не прорезать. Еще одну. И опять, до тех пор, пока будет что вырезать. Переворачиваем и делаем то же самое, откладывая при этом сантиметр. Столько же деталей, сколько и с этой стороны. Также мы все это собираем и выдвигаем каждую деталь на определенное расстояние. Так, что-то у меня к собаке получалось. Да, как крылышки. После этого берем вот эту вот часть, и она получается у нас в виде шеи. Разрезаем. И выполняем вот такую вот заготовочку. вот здесь, конечно же, мы все подрезаем красиво. И теперь нам надо эту шею приделать к туловищу. мы берем вырезаем вот такой квадратик. и вставляем в шею. У нас получается такой лебедь. А теперь мы кладем его в озеро, которое мы тут с вами соорудили. Как вы уже видели, резьба выполнялась обычными острыми ножами. Ими могут пользоваться новички. А вот более продвинутые карвингисты используют специальные инструменты, о которых рассказала старостина Ольга, специалист по карвингу. Здесь показан чемоданчик, с которым мы работаем. То есть здесь необходимые ножи, которые мы используем для выполнения различных композиций. В этот чемоданчик также входит книжка, где показаны различные композиции. различные композиции, которые можно вырезать из различных видов овощей. Затем сюда входит еще диск пошагового выполнения вот как раз таки вот этих вот композиций. Здесь также необходимые виды ножей, которые используются как для арбузов, дынь, вот более крупные, до самых мелких. То есть более нежные, мелкие и так далее. Для мелких деталей. Но опять же, мы не все используем очень часто, а используем самый такой, как говорится, необходимый нож. Это тайский нож, которым как раз таки и вырезаются различные композиции. Его надо держать как карандаш и вырезать, выполнять им различные манипуляции. еще у нас используемый более часто вот такой вот нож и вот такой. Для углублений как раз острым углом острым углом и полукруглый. Для лепестков более округлой формы. А этот всегда везде используется. Еще есть вот такой вот нож нуазетка называется. То есть вырезаются шарики. Вырезаются шарики из различных овощей разного объема. Мелкие и крупные. Где надо подрезать, сделать более мелкие сечения, мы используем ножницы. Специальные ножницы. То есть подрезаем вот, например, мелкие такие вот детали или где-нибудь подровнять, из капусты вырезать, из листика. То есть мы как раз-таки используем вот эти ножницы. Ну, а этот нож для нарезки тоже более крупных деталей. вот таким вот образом можно использовать вкусные плоды. Это может быть украшением стола, а может быть преподнесено как небольшой приятный подарок. Уверена, что ваш труд не останется незамеченным. Главное, не бойтесь, все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Проявляйте фантазию и берегите себя. Надеюсь, что вам тоже есть о чем нам рассказать и чему научить. Ждем вас по адресу город Ульяновск, улица Спасская, дом 10. Наш телефон 44 10 78. Всего вам доброго и до новых встреч!